Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Здравствуйте! Приветствую вас, друзья! В такие светло-измечательные времена вообще хочется размышлять о существенных переменах в жизни. Пасха дарован нам как радость, как безмерная, неизмеримая, непостижимая. Но и в жизни немало таких рубежей, этапов, перейдя через который мы совсем не те, что были прежде. Так и мы пока трудились, пока находились в поприще Великого Поста, то одним образом представлялся мир, и другое дело это торжество радости, которое дарит нам Воскресение Христово. Вообще для молодежи, мне кажется, подобная перемена связана с окончанием школы. У нас очень удачные собеседники. Катерина, которая находится на выпуске из средней школы, и Глеб, который первый год как учится в УЗИ, в нашем родном Рязанском государственном университете. Но ведь это существенный рубикон, мне кажется, 11 долгих лет. Это такой срок, ну, конечно, в начальных классах побольше школы любят, и как-то ноги сами несут, быть может, любителя поучиться. Средние классы, наверное, более такие еще наполнены всякой всячиной, и мало там осмысляется вопрос окончания школы. А выпускные классы это уже нечто из последних сил, финишный рывок, который дается, наверное, особенно непросто. Но вот, наконец, долгожданный последний звонок, выпуск, и дальше, ну, для большинства наших рязанских выпускников это ВУЗ. Но что мы ждем от окончания школы, соответствует ли это тем чаяниям, которые у нас есть, то, что мы получаем, находясь в УЗИ, как не ошибиться на этом переломном моменте. Я вообще правильно говорю, что это какое-то... Для себя-то я помню, окончание школы и поступление в ВУЗ, это двое совершенно разных жизней. Ну, наверное, знаете, мы больше ждем сейчас не от окончания школы, а от самого высшего учебного заведения или среднепрофессионального. Некоторые люди сейчас задаются вопросом, идти ли вообще в высшее учебное заведение. Ну, разумеется, на мой взгляд, идти надо. Потому что ВУЗ, он дает тот необходимый базис, который будет нужен для работы человека в своей профессиональной деятельности. Ну, смотря кем он хочет быть, трактористу, может, и не надо ВУЗ. Разумеется. У нас сейчас есть такая тенденция сверху, чтобы побольше было молодых, здоровых, не слишком умных, которые бы исполняли простые профессии, требующие хороших рук и телесного здоровья. Поэтому другое дело, что высшее образование – это базис, но для личности вообще как таковой. Мы тут обсуждали за этим столом, может быть, не с вашей парой собеседников, а то, что вообще это предназначение высшего образования. Это поставка сотрудников каким-то работодателям или это воспитание национальной элиты, глубоко образованных, воспитанных, патриотически настроенных людей? Ну, наверное, это все-таки эстетическое образование, внутреннее, духовное. Потому что помимо профилирующих предметов, которые дают, также есть предметы, которые не то чтобы заставляют, а просят. Ну, необходимый стандарт высшего образования, будь то техническое, будь то какой-то гуманитарий. Да, да, да. Вот я имею в виду о литературе, которую необходимо прочесть, чтобы быть образованным, высокообразованным человеком. Она очень сильно влияет и на внутренние качества человека, и на его внешние. Вы знаете, я сейчас даже не по содержанию образования, это будет слишком ученый разговор. Я бы хотел спросить о просто внутреннем чувстве молодого человека, девушки, которая... Ну, вы действительно, я не вру, Катерина, что у тебя все-таки желание совершенно сменить все обстановку. Да, есть. Да, и у большинства твоих одноклассников... Думаю, да. ...а плакать по школе не будете? На последнем звонке, наверное, будем, и потом. Ну, просто из-за того, что музыка будет романтичнее. Ну, все равно какой-то... Всегда будет, мне кажется, вспоминать школу. Нет, все равно с какой-то теплотой, да, вспоминаешь эти годы. Десять лет, одиннадцать. Я думаю, мы тоже будем вспоминать их когда-нибудь, лет через десять. Ну, а вот пока что ждешь от смены жизни? Все-таки есть какое-то желание свободы, наконец? Потому что я понимаю, что... Или занять себя любимым делом. В чем вкус, в чем, что главное в этой перемене? Наверное, даже больше заняться любимым делом, как найти себя. Потому что, если в школе изучаем то, что положено, может быть, это неинтересно, но мы обязаны это делать. А потом как-то же все распределяются более-менее по интересам, выбирают какое-то свое дело, которое хотят, может быть, по жизни делать. То есть, другими словами, было много предметов? Сколько у вас сейчас? Двадцать, пятнадцать? Больше. Больше двадцати предметов? Знаю, около пятнадцати, наверное. Вероятно. А теперь остается один любимый. Так можно сказать? Можно сказать, да. Это очень сильно. Ну, наверное, еще ждешь от окончания школы. Вот я по себе помню, это смена социального статуса. То есть, ты был просто школьником, а школьники у нас люди не только 16-летние, но и 7-летние. Бесправные в общем. А вот студенты уже это следующая ступень. И как бы выше себя чувствуешь, скорее всего. Такой ступенью, все-таки, наверное, меры ответственности как-то повышают, свободу больше становится все-таки. Свободу-то хотят, конечно. Там-то и дело, что ведь школьник, существо контролируемое. Вы еще имеете, понимаете, насколько разный способ даже преподавания. Если школа это от сих до сих, выучите этот параграф, выполните эти задания, что вы должны сделать дома, что должны записать на уроки, то вас вообще как-то немножко шокировало новый стиль обучения, когда просто вам рассказывают специалисты своего дела, а вы хотите записывайте, хотите нет, но в результате у вас будут за это спрашивать. Да, разумеется, это очень удивило, потому что в школе контроль присутствовал более усиленный. Наверное, это связано с тем, такое вот отношение преподавателей, что, разумеется, они все хорошо объясняют, понятно, но большая часть, конечно, зависит от твоего желания учиться. Ну, наверное, и выбирать надо предметы, те, которые тебе дороги, а не те, которые не то что дороги, а интересные, которыми ты будешь заниматься на протяжении всей своей оставшейся жизни. Конечно, можно получить другое образование, если тебя не устраивает первое, но, наверное, лучше с одним пожить. Но вот эти 20 предметов, они дают возможность все-таки понять, что ты хочешь. Все ли ваши современники, так сказать, выпускники, на этого года, благодаря вот этому набору разнообразных предметов, могут определиться, что же они хотят. И на свете знать глубже всего. Я думаю, может быть, тут даже не разделение по предметам идет, а больше вот в то место, куда хотят поступать, уже как-то подстраиваются, какие предметы задавать. Я не думаю, что сейчас вообще есть какой-то у молодежи особый интерес к учебе. То есть учат для того, чтобы именно поступить, а не для того, чтобы знать. А вот еще при выборе самой профессии эти самые 20 предметов, наверное, немного осложняют этот самый выбор. Потому что много всего, не знаешь, чего определиться. Человек – это ведь такое существо, которому может быть не что-то одно интересное. То есть нравится тебе не только какая-то физика с математикой, а вот биология с природоведением. И вот как вот здесь определиться, очень сложно. Уже зависит, кстати, от единого государственного экзамена. Но Екатерина, мне кажется, немножко с девичьей близорукостью рассуждает. Говорит, не столько учить, что-то изучать, сколько просто поступить, куда хочется. Мы бы не так рассуждали, наверное, по-мужски. Мы, прежде всего, кем хотели бы быть, мы бы тогда уже и поучились. То есть мало ли какой вуз. Вуз – это тоже всего лишь трамвай. Престиж всего лишь. Ну, это возможность приобрести престиж или багаж, который в результате поможет твоему жизненному служению. Потому что, мне кажется, Глеб, он старательнее, замечает, обращает внимание, что это дело предназначения, что вуз уже определяет твою будущность. А ты еще говоришь так, что школа все-таки по принуждению, а вуз – это я хочу этот вуз. Ты не хочешь подумать о том, или твои современники, о том, что, в конце концов, как я хочу послужить этому отечеству, этому обществу, людям, на что мне не лень было потратить время. Мне кажется, в этом залог того, чтобы не ошибиться в выборе вуза. Потому что просто мне симпатично. Поэтому, может, так в ГИТИС много народу поступает. В конце концов, я понятно, что не хочу быть артистом, который всегда зависит от антерпризы или славы человеческой. Но провести мои молодые годы я хотел бы в этом тусовочном, веселом заведении учебном, где и хореография, где и вокал, где и инсценировки, где и какие-то все время шумные капустники. Так, что ли, подбирай? Ну, я думаю, существует именно две точки зрения. Но я думаю, что вот сейчас, на данный момент, нет таких мыслей еще пока, чтобы послужить. Для начала люди, наверное, хотят поступить, а потом определяется уже, мое, не мое. Ну, вообще, может быть, я тоже немножко перетороплюсь. Не все, конечно, некоторые хотят. Я поступаю в финансовую, потому что хочу быть финансистом, стать заместителем в каком-нибудь там масле. Но в теории все равно все ориентируются на какую-то профессию. Они же не просто так идут на какую-то специальность учиться. Ну, просто профессия, это, мне кажется, довольно узко. Вот мне, например, всегда в юности, в том числе в школе, было как-то ужасно скучно думать о том, что я получу такое образование, что в результате я должен буду ходить на работу, какую-то не очень интересную, от 8 до 17 высиживать где-то. Для меня это была такая страшная мысль, потому что в школе я это, конечно, и недолюбливал, вот эту обязательность посещения, какую-то формальность подхода. И хотелось чего-то творческого. И поэтому не просто как новая форма образования, новый вид какой-то образовательной свободы, но и само служение, само получение профессии. Потому что в институте уже потом вкус, который должен, по-моему, выработаться в первые 2-3 года обучения, это начало мастеровитости какой-то, навыки разбираться. Вот, и как раз за эти первые 2-3 года ВУЗ и позволяет участвовать в различных этих мероприятиях, из-за которых хочется, как вы выразились, нагуляться и почувствовать вкус жизни, не только нести какую-то профессию. Вот это все задачи ВУЗа. У нас, кстати, я обращал внимание, учебный план первого курса очень просторный такой. У вас перегруза нет? У вас стало больше свободного времени или меньше поступив? Ну вот сейчас ввели трехуровневую систему высшего образования, то есть бакалавриат, магистратура и аспирантура. И вот в связи с бакалавриатом времени стало, наверное, больше. Потому что то в специалитете 5 лет было дано на изучение какой-либо профессии, а теперь 2 уровня бакалавра 4 года и магистр 2. То есть 6 лет. Времени, наверное, стало больше. Ну, приятно, что вы разбираетесь в этом, будучи на первом курсе. Это на уроке введения в специальность вам рассказывали эти нюансы? Ой, наверное, я это еще знал в 11 классе. Да, то есть разборвался в этом. У нас специальный предмет есть на отделении теологии, введение в специальность, где мы как раз и знакомим с реалиями современного высшего образования. А ты об этом что-нибудь знаешь, понимаешь? Нет еще. Так с простотой подходите к делу. Интересно. Ну, что же еще нужно забрать из этого школьного возраста в высшее образование? Какие еще важные стороны жизни надо не растерять? Что-нибудь... Сознаете вы, что школа дала вам какое-то сокровище, какой-то особый опыт, который неплохо было бы сохранить? Ну, школа дала нам знания. Больше я не могу сказать, что она нам что-то такого особого ценного дала. Я бы тебе сказал, что дала. Ну, воспитание, наверное. Конечно. Прежде всего. Я бы сказал, что ты... Желание учиться. Ну, опять же, учителей много, каждый воспитывает по-своему, и чтобы какая-то система сложилась. А вот я сказал бы, добавляя слова Глеба, знаете, какие два главных приобретения? Это терпение, потому что вот этот навык учить такие тонны литературы, которые вам приходится читать, готовить к ЕГЭ, это замечательная форма. У вас, как олимпийских чемпионов, сейчас лучшая форма, чем у тебя сейчас. Мне кажется, вряд ли как-то это будет. Когда подготовка к ЕГЭ, когда все предметы, когда каждый учитель требует, когда голова становится, ну, каким-то переполненным сосудом, а с другой стороны уже имеющим навык что-то воспринимать, что-то оставлять, что-то запоминать. Поэтому вот этот чудесный 11-летний навык терпения, ежегодного освоения огромных, хочешь ли не хочешь, объемов знаний, это шикарное сокровище, которое надо... Ну, ведь люди так трудятся, если есть какая-то мотивация куда-то потом дальше пойти. Ну, есть мотивация, разумеется. То есть не все ведь так? Ну, взять, ну, хотя бы, чтобы было нормальное ЕГЭ, но большинство все-таки учится. Я думаю, что к концу 11-го класса все-таки как к олимпийским играм каждый спортсмен находится в наилучшей форме для себя. Ну, терпение, кстати говоря, развивается не только в школе, но и на первом курсе вуза, потому что в школе мы учимся по 45 минут, приходим в университет, там занимаемся в два раза больше. И вот это терпение развивается с таким же усилием. Смотри, сможешь ли ты в два раза больше высиживать? У тебя сейчас 45 минут трудно просидеть. Вот полтора. И еще второе сокровище. Знаете, какое? Какое? Смирение. Первое, терпение. И способность к восприятию большого количества знаний для этого все-таки тоже нужен нам. А второе, смирение, потому что узнаешь, насколько ты мало еще знаешь на свете. Согласитесь, что кто-то какой-то подросток или выпускник начальной школы, все ему кажется, что мир достаточно прост. А насколько сложнее все представляется тогда, когда только прикасаешься к некоторым предметам, еще даже не погружаясь в них, но только поняв, как они сложны, как они многообразны. Такое бывает. Так вот, смирение – это сознание своей граничности. Именно наличие многих учителей и разных темпераментов. И некоторые относятся не совсем, может быть, и милостивно, и внимательно к вашей персоне. Так это ведь тоже учит терпению, учит смирению, учит первые навыки, приобретает школьник вынужденного уживания с теми, кто не очень-то, может быть, тебе и приятен, но является над тобой начальствующим. Физик, химик, биолог. Хочешь, не хочешь, а надо ладить. Не обязательно заискивать, не обязательно лицемерить, но надо ладить, потому что надо свести концы с концами, довести эти экзаменационные оценки до какого-то разумного уровня. Так что это большая польза. Так что советую вам понять эти имеющиеся у вас сокровища и не терять их. А как это сделать? А как вы, например, Глеб, боролись с тем, что не принуждают учиться? Обычно это как удар, от сессии до сессии живут студенты весело. То есть вроде ничего себе, вот это нормальный учеб, пришел, не пришел. Понятно, и в университете есть контроль за посещаемостью, но не такой, как в школе, справку от родителей никто не требует, да? Нет. Ну и если справку от родителей ее никто не примет. То есть посещения должны быть документальны либо в больнице, либо там, не знаю, из военкомата повестка пришла. Очень сложно привыкалось к отсутствию контроля, потому что все-таки, несмотря на то, что уже якобы и не дети, хотелось бы, чтобы за тобой следили, сделали-то этот предмет, сделали эту работу. Привыкалось, конечно, сложно. И вот сейчас немного уже вошло в обиход, что за тобой никто не следит, уже стараешься как-то сделать этот предмет, знаешь, что если подготовишь, тебя его не спросят, никто не наругает, но и внутри остается какое-то плохое ощущение, что ты не подготовился. Да, да. Мне все равно нужно, чтобы какое-то внутреннее чувство ответственности было, чтобы не распускаться. Вот как раз школа это и воспитала, наверное, чувство ответственности. Да, да, да. Если серьезно прошедшая школу, он же понимает, что надо, надо заниматься. Ну, еще из вопросов, еще касающихся того старого мира, школьного, о круг общения. Есть уже жажда его заменить? Вот у вас существенно сменился круг общения после ухода со школы? Потому что понятно, что пестрый состав окружающих нас, но уже достаточно привычный круг, все-таки он сохраняется, когда человек переходит. Вот у тебя есть интерес заменить состав наиболее близких людей, окружающих тебя, других? Не то, что заменить. Не совсем ведь заменить. Но все равно кто же хочет каких-то новых, наверное, знакомств, все равно ты понимаешь, что попадешь в совершенно новый коллектив. Ну, для молодости это очень впечатляет, по-моему, влекущее, потому что уже, оказываясь, впечатление на своих одноклассников надоело, на младших тем более нет смысла, и так хочется новой аудитории. Так? Ну, заменить, наверное, это немного неподходящее слово, потому что что значит заменить друзей? Ты с ними, ну, в половину своей жизни, допустим, 7 лет не учился, а точнее 7 лет учился, до 7 не учился. То есть провел с ними 10 лет, а потом вдруг раз и заменил. Почему? В этот, в отстойник, одноклассники.ру. Там общие, так сказать, как... Ну, все равно общение ведь не заменишь такое. То есть такого желания заменить друзей нет. Найти новых, разумеется, еще больше. А вот... А вам удаются какие-то связи, потому что разные вузы... Мне кажется, я тогда, я помню, что, конечно, друзья, разошедшиеся по разным институтам, остались еще дороже, и даже появился в этом такой особый колорит, то, что с каждым из них целое их пространство, там, медицинский институт, там, у другого, еще там куда-то, горный институт. Понятно, что тебе до него как до лампочки, до горного института. Но что там за жизнь, какие у него там появились новые приятели, от кого он там в восторге, там, по другой линии, какие преподаватели умные. То есть расширяется даже мир дружбы, да, получается, и отношения-то становятся еще более дорогими, наверное. Да, отношения становятся дорогими. И вот насчет расширения мира дружбы. Ты ведь тоже рассказываешь о своих преподавателях, и когда узнаешь, что в другом вузе другие законы, вот стой, тебе тоже становится интересно, и дружба, она, разумеется, усиливается. А новая дружба усиливается тем, что тот человек, который рядом с тобой, проходит то же самое, что и ты. Ну, пожалуй, да. Общие трудности, и это сближает с ним людьми, да? Интересно, интересно. Интересно. Ну, а, Катерина, какие же еще ожидания, кроме свободы? Планируют ли, может быть, ваши одноклассницы или в этот возраст все-таки быстрее устроить личную жизнь? Это же тоже связано во многом. В школе, если ты замуж выйдешь, народ, наверное, не поймет, да, в основном? Наверное, это водосмотреть, как на белую ворону. Ну, да, а уже переход... Может быть, и планируют, наверняка все-таки все планируют, но как-то об этом не принято говорить. Ну, нет ли в этом как раз очень важной части вот этого привлекательности выхода из школы, что, наконец, можно устраивать личную жизнь? Я подозреваю, честно сказать, в этом, во многом это, потому что ясно, что подростковый, юношеский возраст, он по преимуществу занят все-таки впечатлениями противоположного пола. Не так много знаек, не так много спортсменов или людей искусства, музыкантов, которые, в общем-то, все остальное воспринимают так немножечко отстраненно. Все-таки во многом вот эта романтика, которая наполняет подростковую жизнь, кажется, и здесь приманивает во многом. Так что люди очень осторожно на первом, втором курсе пускают совершенно бесконечное количество романтических похождений, иногда очень опасных, разумеется. Если девушка, ну, исповедуется, кается, знает, не просто знает о всей своей природой девичьей, знает, что чувствует, понимает, что ее дело, хранение себя до законного венчанного брака, то для нее, собственно говоря, вуз – это новое искушение. А те, кто ищет приключений, для тех вуз – это как раз самое замечательное поприще для различных новых отношений романтических. Ну, я думаю, что те, кто пускаются в приключения, не пускаются в них и в школе, это не особо им мешает. Ну, все-таки в школе, мне кажется, не так удобно. Но если не верить тому, что вся школа такова, как на этом скандальном сериале, который тут нас, вернял Первый канал некоторое время, оно и все-таки там все гораздо позднее. Ну, в этом плане тут, конечно, да, возможностей больше, но я не думаю, что вот именно это привлекает. Ну, наверное, все-таки привлечение, соблазн определенный присутствует, но, слава Богу, высшее учебное заведение позволяет, воспитывает нас, и вот к курсу к третьему это уже наверняка проходит. Ну, это вы еще не знаете. Ну, в принципе, да, у нас, во всяком случае, в нашем университете понятие духовной какой-то ориентации есть, и такого релятивизма, как в некоторых других вузах даже нашего города, что, ну, такая всеядность, ну, лишь бы там неплохо учился, лишь бы не было замечаний там какого-то уголовного характера, а все остальное там кто как хочет, так и развивается. Вот у нас все-таки христианская тема. Вы почувствовали у нас в университете или именно православие присутствует как-то в жизни? Стало ли больше православия, например, при вашем поступлении на филфакт наш? Ну, знаете, конкретного изменения я, наверное, не заметил. Ну, просто чаще батюшки стали мимо лазить, по коридору ходить, да? Да, и все, наверное. Ну, может быть, это связано с тем, что я стараюсь не задерживаться в университете, потому что и так пара много, времени много уделяешь, а еще ведь готовить домашние задания. Поэтому, наверное, не вникаешь. Я вот сейчас просил нашего декана, чтобы, ну, это было на заседании нашего совета, факультета, чтобы кураторы, кураторы первых курсов, потому что вы попадаете там не просто в беспризорную ситуацию, на первом и втором курсе в ВУЗе полагается куратор. Еще есть ютеры есть, это по вашей специальности, третий курсник и четвертый, четырем курсник. Это неплохо, но именно куратор должен оказывать заботу, ну, так скажем, отцовскую, материнскую, помогая адаптироваться и в общежитии, и в неучебной деятельности, чтобы она была чем-то наполнена. Конечно, я просил, и жалко будет, если останется безответным, моя просьба, чтобы кураторы первокурсников приводили в храм наш университетский, Покровский, Татьянецкий, знакомили бы хотя бы с батюшкой, вот я к вам сам пристал, говорю, давайте познакомимся. Вот, у нас тут есть такое вакансия такая, кресло пустое в студии Девятого канала. А по идее куратор бы представил, вот наш приходской, так сказать, университетский настоятель, наверное, это не было бы потерей для большинства ваших соокурсников, наверное. Будем надеяться, что они поддержат вашу просьбу. Да, пожалуй, да, потому что вы еще не были у нас в храме, Татьянецкий, ни разу. Ну, вот это, конечно, ну как... Многие делали его издалека. В спортзале были. Разумеется. В столовых всех побывали. Не во всех, но во многих. Ну, на биостанции, на грядках, наверное, не были, это не ваша специализация. Вот, но храм, это, конечно, понятно, что у нас это, прежде всего, учебно-практическая база, если можно так сказать, кафедра теологии, но, с другой стороны, это наше духовное сердце университета. А выборы в вашем выборе высшего учебного заведения, вот эта составляющая имеет значение. Понятно, что вы, мы вас и представляли, наши телезрители узнают, что вы в храм ходите. Вот, может, некоторые скажут тогда, хорошо было бы иметь Макси, но у нас уж такой формат передачи, у нас такой, не требующий уж образцового внешнего благочестия, поскольку наш телеканал предполагает выход на самую широкую аудиторию, на людей, которые смотрят совершенно неподготовленными, если можно так сказать, передачу с батюшкой, им должно быть не скучно, поэтому мы предоставляем полную свободу в одеждах, а как человек молодой, понятно, что вы можете желать и в разных одежках предстать перед нашими взыскательными телезрителями. Но, а вот в выборе вашего образования, вот этот признак благочестия имеет значение? Я думаю, что да, все-таки имеет. Ну, для вас одной, а для остальных одноклассников нет. Ну да, я думаю, то, что люди, которые далеки от веры, это как-то слово само чуждо. Сразу не рассматривается. Они готовы ходить, пойдем в тот университет, где ходят крестным ходом вокруг памятника почившего ученого. Но это не мешает им туда идти. Не мешает им туда идти. То есть их не пугает, например, нравственная дезориентация. Я думаю, мало кто об этом задумывается. Просто вообще это не считается чем-то значительным, да? А мне кажется, просто сколько людей, столько и мнений. Ну да, опять же, есть ведь разные люди. Кого-то, наверное, напугает это. И вот только из-за внешнего облика они не пойдут на эту специальность. Да, просто сейчас, видите, университеты, все вузы тоже очень настойчиво размышляют о том, как сделать свое образование привлекательным для абитуриентов. Все меньше мест бюджетных, все больше нужно найти тех студентов, которые даже за деньги получали бы образование. А вот, кстати сказать, платное образование кому-то симпатично сейчас люди или надо главным, чтобы бюджетным? Ну, я думаю, то, что те люди, которые не имеют возможности поступить на бюджет, то есть, может быть, низкое знание предметов, они только на платные идут. Есть такие? Да, есть. Много таких, да? Да. Все равно все стараются на бесплатные поступить. Да, но, скорее всего, больше... Чтобы и родителей не обременять и как-то... Государство за тебя, ну, как бы, платило. Ну, понятно. И оно за тебя заинтересовано, получается, раз оно платит. И без исключения стремятся поступить на бюджетные места. Пускай не совсем на то, что желаешь, но... Да, но лучше на бюджетное там, где ты прошел, чем на платное там, где ты хочешь учиться. Ну, тогда уже, получается, на платное идти только тогда, когда уже никуда не берут, да? Скорее всего. Ничего не получается. А разъезжаются по другим городам? У вас был какой-то соблазн уехать? Все-таки Рязани, еще не столица мира. Все-таки вопрос отъезда хотя бы в Москву. Не говорю, что мы в Париж сам просто... Соблазн всегда присутствует, да. А хотелось бы уехать. А почему? Трудно решиться? Ты бы тоже не... Ты бы поехала или кто-то из ваших... Ну, вообще я хотела, да. Да, был такой замысел? Ну, а вот этот чужой город, тем более такой шумный, суетный, опасный, строго говоря, конечно, как в Москве. Все равно привлекает. Но это как раз... То есть еще более яркий... Ну, здесь скорее останавливает. Но он больше пугает, чем привлекает, конечно. Да, конечно, да. Все эти пробки и различные отрицательные негативные воздействия. Да, да. Так что лучше уже периферии в Рязани. Во всяком случае, еще повзрослеть. У вас, во всяком случае, интересно в конце школы. Вы понимаете, вы в школе самый старший, ходите с такими королей. Вот. Есть все-таки чувство, что вы еще дети, что куда-то вам осваивать там рубежи? Да, есть такое чувство, потому что нельзя ведь перескать свое будущее. Тоже есть какие-то опасения, поступим, не поступим. Как вообще дальше судьба сложится? Осознаем как свою беспомощность даже в этом плане. Лучше пока поближе к чему-то знакомому хотя бы первые годы образования. Если что, там родители поддержат, хотя бы духовно. Да, да. Но все-таки у нас, очевидно, дорогие телезрители, такие очень благоразумные и интеллигентные собеседники. Понятно, что вряд ли они представляют даже типичных современных Рязанцев. Но, с другой стороны, я беседую с ними, думаю о том, что это все-таки не исключение. Явно, что не исключение. И Глеб, и Катерина, не специально обученные, подговоренные собеседники, а представляют из себя все-таки достаточно типичный срез нашей молодежи, который, конечно же, глядя на них, хочется сказать, что очень хороший. Но, конечно, на этом переломе очень многое решается. Школьники до поры до времени очень контролируемые. А родители всегда хотят добра. Все-таки, ну, как раз за исключением. Родители контролируют, чтобы не пил, не курил, чтобы не гулял, чтобы не безобразничал, чтобы учился, чтобы были хорошие оценки. А потом пропадает. Этот контроль невозможен уже. И поэтому с этим самоопределением по поводу продолжения образования или работы, конечно, уже связано большинство, мне кажется, и падений плотских, если уж там говорить первый-второй курс, и при общении ко всяким другим недобрым увлечениям. Конечно, в школе спиваются единицы. В вузах спиваются уже конкретное количество людей, которые серьезно подсаживаются и на пиво. И самое опасное, на что подсаживаются, это на тунеядство, на какое-то лень, на какое-то занятие только тем, что приятно. И вот эта невозможная ленность к занятию делом из-за этой свободы. Это опасный переход, да, все-таки. Все это, да, присутствует и, наверное. Но, вот как вы сказали, на лень, на алкоголь. Вуз тоже ведь ему не заинтересован в этом, чтобы человек садился. И всячески помогает. Так что контроль есть везде. Ну, дай бог, дай бог. Ну, что ж, вам хорошего выбора, а вам благополучного продолжения. Поздравляю вас, дорогие телезрители, с праздником нашим, главным и вселенским. И надеемся, что расстаемся ненадолго. Христос, воскресе! Воистину, воскресе! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова